Первый вопрос пастору задать, что пастор, этот пост был такой как бы необычный, я вообще знаю такой секрет, секрет знаю, что он был вообще на другую тему сначала, а потом как-то все поменялось, и можете, пожалуйста, нам рассказать, церковь рассказать, почему пост именно был про обнуление, про забеременеть, про переломный момент и так далее и тому подобное? Ну, я понял, что, знаете, у каждого этапа жизни есть определенный, как бы, багаж, я бы так бы сказал, у каждого этапа жизни есть определенный багаж, и в этом багаже может быть всякое, у кого-то, ну, если взять жизнь человека, у кого-то обида, у кого-то какая-то зависимость, у кого-то какая-то проблема, у кого-то какая-то, может быть, ну, непринятие чего-то, кто-то, может быть, ну, мыслит еще как-то по-старому, и я понял, что пришел момент для того, чтобы что-то сделать новое, вот, ну, изменить, да, то есть, ну, вы понимаете, да, что для того, чтобы, ну, опять принять человека без прощения не получается, но как простить, когда большая обида? Или, как, к примеру, как построить что-то новое, там, новое служение, если ты сам, и все вокруг тебя мыслит по-старому? Или, к примеру, как сделать, ну, построить, там, например, если это бизнесмен оказался, как построить старый бизнес, ой, новый бизнес, если у тебя, ну, с прошлым куча всего, там, долгов, там, обязанности каких-то, ответственности и так далее. И я понял, что, ну, я молился, ну, взял пост перед постом, и в одну из ночей я прочитал одно место из Писания, которое всем известно. Новое вино не наливают в старые мехи. Новое вино нельзя налить в старые мехи. Почему? Потому что вино пропадет, и мехи порвутся. И я понял, что ничего нового нельзя будет создать, потому что, к примеру, да, то есть мы за 9 лет достигли определенного возраста в служении. И что-то было хорошо, что-то было плохо, что-то было очень хорошо, что-то было очень плохо. Но для того, чтобы что-то изменить или сделать какой-то новый проект или новую церковь, или новое направление, новое движение, нельзя делать это не по-старому, а в старом. Нельзя новое сделать что-то в старом. И я понял, что нужно обнулиться. То есть для меня понятие вот этого поста обнуления, это в этом обнулении и заключается все. Ты освобождаешься от обид, ты освобождаешься от понимания старых каких-то вещей, ты освобождаешься, к примеру, да, то есть, ну, я, к примеру, отказался от того, что вот то, что я делал вчера, меня уже не интересует, этого уже нет. И когда я начинаю говорить о чем-то новом, мне, ну, даже я сам порой себе говорю, ну, а как же, ну, вот, и пытаясь обратно вернуть себе этот багаж, и мне напоминает этот пост, я обнулился, все, меня не интересует. И я понял, ну, как-то Давид у меня все время просит, там, он что-то бегает здесь по улице, папа, затаймай меня, ну, засеки мое время, или там, он делает, там, кубик-рубик на время, папа, сделай время. И я понял, для того, чтобы сделать новый, новое, как бы, засечение времени, нужно сделать ресет, обнулить, то есть полностью обнулить, обнулить. И для того, чтобы обнулить, нужно нажать кнопку ресет. И вот этот пост, вот этот, ну, этот пост для меня, то, что я увидел, то, что вложил, и то, что я понимаю этого всего. То есть мы нажали кнопку «Ресет». Все. Обнулили. Нету... Ну, старого времени уже нету. Старого понимания нету. Может, вы еще не понимаете, что произошло, но я думаю, что постепенно вы увидите и сами начнете участвовать в новом... В новой церкви новая жизнь. Потому что... Потому что... Знаете, мы порой сравниваем. То есть обнуление — это не сравнивать. Это все. Мы не можем уже сравнивать с тем, что было в прошлой церкви. В прошлой церкви нету. Все, нету. То, что там было... Некоторые говорят, а вот тогда, вот когда-то у нас было... Было классно. Это был определенный этап времени. Это был определенный этап жизни. Было все хорошо. Ничего плохого в прошлом нету. Знаете, кто-то жалеет о прошлом. Не надо жалеть о прошлом. Прошлое — это неплохо. Вы ничего там не можете уже поменять. Это был этап жизни. Но для того, чтобы войти в новое, не нужно старое. Некоторые говорят, старое нужно для трамплина, старое там называют. Нет. Для того, чтобы сделать новое, нужно сделать полностью обнуление и сказать «Все, я не буду сравнивать, я теперь хочу». Если хочу новое, значит, я должен мыслить по-новому. Значит, я должен изучать что-то по-новому. Я должен стремиться к чему-то новому. Я должен внутри себя принимать это новое. Лиля, вы можете тоже все обойти? Все вышли, а вы не вышли. Если вы чувствуете все нормально. Можете, да? Вот. То есть, ну, понимаете, то есть новое — это что-то новое без старого. То есть мы обнулили. Старое время мы обнулили. И это время поста полностью как бы изменил. Ну, я говорил на первом посте, на первом уроке в понедельник, что приход Иисуса в старом не мог прийти. И Иисусу, ну, Богу нужно было обнулить. То есть старое привело к тому, чтобы пришел Иисус. Но Иисус пришел и сказал «А теперь Новый Завет! А теперь новые заповеди! А теперь новое понимание заповедей! А теперь новое... Ну, все новое!» И даже для многих священников это был перелом в Москву. Как можно было... Ну, это же не... Мы же жили все. Наши предки так жили. Наши прадеды так жили. Наши отцы так жили. Мы не можем принять новое. Но Иисус и есть обнуление. Я говорил, да, что есть время, которое было до Рождества Христова. И время после Рождества Христова. Но когда-то был ноль. Так вот этот ноль и является вот этим постом. Я не знаю, я... Понятно объясню? Понятно? А? Стало устроиться новое. А, окей. Так вот, мы убрали все поговорки. Почему? 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 Ну, потому что... Хорошо, я еще раз... Не, мы ни в коем случае мы не убираем историю. Если бы нужно было бы убрать историю, тогда не было бы в Библии Ветхого Завета. История это прообраз того, что нужно делать хорошо или что нужно делать плохо. Историю никто не убирает. То есть, нельзя убрать историю. Но обнуление это начало чего-то нового. Понимаете? То есть, Иисус пришел и сказал, первая его проповедь была, покайтесь, либо приблизывай Царство Божие. И многие люди говорили, почему я должен покаяться для того, чтобы прийти в Царство Божие? Я хороший человек, я живу по всем заповедям, я исполняю все, все делаю. Но Иисус почему-то сказал, ты должен покаяться. И твоя новая жизнь начинается с покаяния. То есть, покаяние это разворот на 180 градусов от прошлой жизни. То есть, обнуление это своего рода разворот на 180 градусов. То есть, если ты жил вот так, то когда твое обнуление, ты разворачиваешься и начинаешь жить по-другому. То есть, понимаете, то есть, ну, что такое обнуление? Я не говорю о том, что прошлое это плохо. Но даже с прошлым новое не построишь. С прошлым пониманием новое не построишь. Почему? Потому что ты будешь постоянно вспоминать, ты будешь постоянно сравнивать, ты постоянно будешь критиковать новое. Ну, старое это враг новому на самом деле. На самом деле Потому что старое, оно всегда будет критиковать какие-то новшества К примеру, да? Те люди, которые не умеют работать на компьютере Они всегда будут говорить Компьютер это враг Лучше всего это карандаш Но те, еще ты, да? Но те, которые профессионалы в компьютере Они говорят, это возможность Это новая возможность Тебе нужно внедриться в новое Но я знаю многих людей, которые до сих пор противники Информатизации и компьютеризации Которые спорят с этим Которые привыкли к бумажкам Я сам привык к бумажкам, честно сказать Я имею много разных гаджетов Но на самом деле Я любитель бумажки Любитель ручки Я запишу и у меня эти бумажки Бумажки, 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 под бумажкой И бывает порой я нахожу какую-то бумажку Говорю, господи, спасибо тебе За эту бумажку Но как же поздно ее нашел А когда в компьютере, например Наш молодежь есть Макс и Анюта Я за ними смотрю Я Анюте задаю вопрос Анете нужно потратить 3 секунды Чтобы найти нужную информацию Она нажимает 3 кнопки И информация у нее перед лицом Если вы мне зададите информацию Я вам скажу Приди через 3 дня как минимум Потому что мне нужно залезть В коробку под коробкой Которая зарыта где-то в бейсмарте И я еще скажу не факт, что я ее найду Понимаете? Так вот с пониманием вот этой коробки В коробке где-то в бейсмарте Новое не построишь Так вот для этого и вот это обнуление То есть я говорю Все, ноль Мои привычки Мои принципы Мои желания Мое понимание Оно должно остаться где-то Рядом возле меня На всякий случай Если не получится в новом Но лучше там не делать Лучше научиться в новом Приобрести новые привычки Новые принципы Новое понимание Новую энергию Новый дух Зажечь все внутри себя То есть я вот об этом говорю Понимаете, Алла Семеновна? Слава Богу Кто еще не понял? Хорошо Алла Семеновна Для вас Мы сделаем персонально Все по-старому Хорошо, пастор Спасибо большое И сейчас я хочу просто У нас там буквально 5-7 минут Можете вы духовный совет поделиться Что пост открыл Либо изменил Либо как-то по-новому Мысли составил Я бы сказал, что Допустим Есть Ну я по себе скажу Допустим Есть моменты Когда мы в жизни Пытаемся От чего-то отказаться Что-то оставить И нам это тяжело дается Во время поста То есть я Бог дал силу Бог дает Такую силу Что это проходит Незаметно То есть вы Оставляете И как будто бы У вас этого не было Легкость такая То есть Когда был пост То есть Была духовная Сила дана То, что я Почувствовал Допустим Сам на себе Что я открыл Для себя Да Открыл для себя Что Наша церковь В которую мы ходим Это наша семья И Нам надо Ну Я про себя Отходил Я говорю Мне надо научиться Полюбить каждого Из вас Кто сидит здесь Как свою семью Как своих Родителей Как свою жену Как своего ребенка То есть Это то, что Открыл мне Бог Потому что Вы Самые близкие люди Потому что Допустим Знаете Как люди Ходят там В гости Друг к другу То есть Здесь Каждое воскресенье Вот Мы здесь Мы уже Хотите вы этого Не хотите Мы Друг к другу Привыкаем Мы видим лица Да Мы Как бы Видим каждого И когда уже Кто кого-то нет То уже Уже себя чувствуешь Некомфортно И вот мне нравится Как радоваться Новым людям Когда эти новые люди Входят Да В нашу семью И вот Что открыл мне Бог Что Я буду развиваться Именно больше В любви К вам Ко всем И быть такой большой Дружной семьей В Иисусе Христе Аминь Аминь Что вы скажете Дело в том Что Павел Он говорит Что Забываем прошлое И простираемся Вперед Иисус говорит Не наливайте Новое вино В старые мехи Потому что Они разорвутся Вот и все Забываем прошлое И простираемся Вперед Мы должны Ну то есть Это все Оно как бы Ведет вперед Для меня Эти слова Павла Они давно Уже стали Моими То есть Забываем прошлое И простираемся Вперед Иногда Очень сложно Меняться Потому что Знаете Каждый раз Мы что-то Оставляем Позади Ну то есть Приходится Что-то Какой-то чемоданчик С которым Мы вошли Вот В церковь И каждый раз Этот чемоданчик Все меньше И меньше То есть Этих чемоданчиков Вот с тобой Вот И Конечно Потому что Узкий путь Но С другой стороны Это все Все время Что-то новое Потому что Иисус говорит Все творю Все новое Но не бывает Так Чтобы мы Прожили Вчерашним днем Следующий Ну Будущий день Да Вот Поэтому Ну Нужно Расширять Свои мозги Вот Для того Чтобы принимать Новое И Это очень хорошо Расширять С помощью Слова Божьего В этом углубляться Для меня После Знаете Вот я сейчас думаю Что для меня Что для меня И такая картина у меня Врисовывается Знаете Бог Это такая огромная Река С потоком И я представляю Себя Как катером Который Пытается По этой реке Вместе с Богом Успевать И В какой-то момент Просто произошло Так что я не заметила Где-то Одна водоросль Зацепилась Потом вторая Третья И катер Стала Немножко Снижать скорость И это было Очень тяжело Нести за собой Какой-то груз Непонятный Вроде бы Не ко мне Не относятся А в то же время Он почему-то У меня есть И Эта неделя поста В обновлении Это было Почистить все свои Моторчики То есть Чтобы лететь дальше По этой реке Божьей Нужно было Просто освободить Полностью Просто размотать Все эти водоросли Оставить их на дне И Лететь дальше Все Вот это Мое обнуление Мое исцеление То есть Я освободилась От меня Ну теперь Вперед Алёна Аммей Наиса Что вы скажете Ну этот пост Вообще был Очень особенным Почему Лично Как для меня Во-первых Я всем хочу Сказать Что Пост Это Жертва Вы Приносите Жертву В свое время Вы приносите Жертву То что Вы Не питаетесь А берете Пост Кто Отказываетесь От чего-то От основного А мы Всегда привыкли Быть Получать Мы всегда Хотим Быть только Получателями Мы не хотим Ничем Жертвовать И вот Если мы Не научимся Жертвовать Ради Бога То мы Не будем Получать Этих Откровений Мы не сможем Получить Божьих Благословений Которые У него Есть Для каждого Из нас И вот Именно Пост Это Единственная Возможность Если вы Каждый День Приходили Сюда На пост Вы Что-то Получали Вы Что-то Отдавали В этот момент Очень легко Это все Что там Сидит Внутри Оттачим На этот Крест И оно Уходит Иногда Мы не можем Справиться Сами С этим Потому что Это трудно Эмоционально Больно Больно И приложить Какие-то Усилия Но когда Мы все Вместе Это Сила И поверьте В этот Момент Очень много Меняется Очень много То Чего Меня Мучило Беспокоило Раздражало Наверное Оно Ушло То есть Бог Помог Мне С этим Справиться И самое Главное То Что Я не могла Получить Ответа От Бога Почему Произошла Вот эта Ситуация Со мной Почему Я могла Так Пострадать Повредить Эту ногу И 4,5 Месяца Я была Как в тюрьме Закрыта Я получила Ответ От Бога Почему Потому что Я не была В повиновении Я не была В повиновении Я решила Сама по себе Закрыть Служение Исцеление Я не посоветовалась Бога А когда Ты Не в повиновении То дьявол Имеет Возможность Принести Тебе То Чего Ты Даже Не ожидаешь И это Произошло И вот Именно На этом Посту Я получила Такое Освобождение От этого Всего Я поняла Что это Было Время Время Борьбы Духовной Борьбы Которую Нужно Было Пройти Для того Чтобы Подняться Для того Чтобы Встать На ноги Для того Чтобы Стать Еще Сильнее И я Поблагодарила Бога Я прошла Через это Все Слава Богу Я не сдалась Я очень Благодарю Бога За это Аллилуйя Давай Принцеза Говори Я тоже Хочу Поделиться И вдохновить Церковь Что когда У нас Есть Такое Время Поста Когда мы Встречаемся Все вместе Мы в единстве Приходим И славим Бога Мы слушаем Слово Чтобы Вдохновить Чтобы мы Не пропускали Это время И я Делилась На встречу Духовного Света И хочу с вами Поделиться Своим Откровением Что для меня Обнуление Оно Ну то есть Оно Как Оно Должно быть Нашей жизнью Потому что Мы люди И мы Например В течение Как Юлдуз Говорила Что что-то Нарастает Постоянно Даже В течение Нашей христианской Жизни Мы приходим Мы сначала Все такие Открытые Чистый лист Перед Богом Мы открыты Ко всему А потом Начинает Нарастать что-то Какие-то Наросты Где-то Мы начинаем Уже Библию смотреть В призму Своей В призму того Как нас воспитали То есть Мы к людям Начинаем относиться Этот правильно Сказал Этот неправильно Сказал А вот этот Сделал Так нельзя Делать Хотя Кто установил Правила Мы сами Мы просто Себе их установили И очень важно Обнуляться И вот для меня Сейчас это время То есть Во время поста И после поста Пока что идет Очищение Обнуление Мне хочется Библию читать Знаете Как Не в призму Каких-то Культурных Ценностей Или того Что Я себе Привычек Каких-то Того Что я себе Уже Нарастила А хочется Это читать Таким чистым Листом Открытым Ко всему Искренним Вот Это для меня То что Пост Сделал Для меня Именно этот пост Спасибо Хорошо Все церковь Это Кратенько 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 Изложили То что Каждый пережил Пастор Рассказал О том Вообще Об этом посте И мы вдохновляем вас У нас Мы думаем Я не знаю Дух Святой Скажет нам Мы думаем Делать осенний пост Поэтому вдохновляю вас Прийти Когда мы будем Объявлять Об этом посте Вот Я ничего не буду Говорить Потому что У меня будет На следующей Неделе Будет возможность Проповедовать Поэтому я там Много чего расскажу Поэтому я не буду Занимать много времени Дам пастору слово Аллилуйя Здравствуйте всем Кто Пришли чуть позже Благословляем вас Сегодня у нас Продолжение темы Ученики и последователи И конечно же В призму Прошлого Я ее назвал Что мешает Быть учениками Последователей Но потом я начал молиться И внутри меня Прям такой Знаете Бунт Ну как-то Неправильное название